Одно из важных применений виртуальных методов — это виртуальный деструктор. Давайте разберемся, зачем он нужен. Пусть у нас есть базовый класс Person и производный класс Student, который, как это было в одном из наших первых примеров, расширяет класс Person при помощи хранения названия университета, в котором учится данный студент. В данном классе Student есть еще поле Uni, типа String, в котором хранится название университета. Давайте посмотрим, что будет, если мы создадим объект класса Student и будем общаться с ним через указатель на базовый класс. Мы выделим объект типа Student в динамической памяти, то есть на кучу, и после этого сохраним его через указатель на базовый класс, через указатель на прошлый. Можно дальше как-то с ним поработать, а после этого мы вызовем оператор Delete. Оператор Delete перед непосредственным освобождением памяти вызовет деструктор. Вопрос, какой деструктор он вызовет? Оказывается, что в данном случае нет никакой разницы с обычными методами, и если деструктор класса Person не является виртуальным, то здесь будет вызван деструктор именно класса Person, который ничего не знает про поле Uni, которое присутствует только в наследнике в классе Student. Поэтому деструктор класса Person не вызовет деструктор поля Uni, а значит, та строка, которая хранится в этом поле Uni, в нашем случае это строка с названием университета Oxford, строка, которая хранится где-то в динамической памяти, и деструктор поля Uni, деструктор класса String, должен эту строку был удалить. Так вот, деструктор для этого поля вызван не будет, и, соответственно, при удалении объекта Student, эта строка Oxford останется висеть в памяти. То есть мы таким образом получим утечку памяти. Почему это произошло? Потому что мы общались с объектом через указатель на базовый класс, и за счет того, что деструктор был невиртуальным, был вызван деструктор именно базового класса, который ничего не знает про те поля, которые уже добавлены в производном классе. Как это исправить? Ну, в правильной реализации нам нужно просто указать, что деструктор базового класса является виртуальным. Например, если деструктор базового класса был какой-то простой, то есть мы бы даже не определяли, то можно определить деструктор, указав, что он виртуальный. В этом случае деструктор будет пустым, например, если там нет никаких сложных полей, которые надо специально освобождать. Но этого будет достаточно для того, чтобы данный код, который работает с производным классом через указатель на базовый класс, работал бы правильно. То есть мы просто добавили виртуальный деструктор в базовый класс, Это нам гарантирует, что когда мы будем удалять объект типа Student через указатель на базовый класс, будет вызван не деструктор непосредственно класса Person, а за счет того, что деструктор класса Person является виртуальным, будет вызван деструктор класса Student, который в свою очередь вызовет сначала деструктор полей класса Student, а после этого уже по восходящей вызовет деструктор своего предка. Таким образом, виртуальный деструктор это очень важный момент, если вы пишете класс, от которого можно будет наследоваться. То есть, если вы пишете класс таким образом, что вы предполагаете, что от него будут наследоваться, то вы должны будете написать виртуальный деструктор для того, чтобы с этим классом можно было общаться через указатель на базовый класс.